Ну что, вот мы с вами, друзья мои, дошли до черты. И сейчас мы будем идти к Пасхе, к воскресенью. Я думаю, это самый важный этап, самый важный период в жизни христианина. И неделя Матеря и Фарисея. Там было все ясно. Там был грешный человек. Что было внутри его? Наверное, непросто ему было войти в церковь. Наверное, жизнь была мучением. Он понимал, что он живет неправильно, что он грешен. Что такой, как он, Богу не нужен. И храм для него просто закрыт. Потому что там святые люди, которые все выполняют, которые не грешат. Которые все делают по букве закона. И как он зашел в этот храм, непонятно. Но все-таки, собравшись с духом, наверное, готовившись много времени, он переступил порог храма. И увидел там святых людей. Увидел там фарисея, который стоял и любовался своей праведностью. Он говорил, слава Богу, я не такой, как эти грешники, как этот. Куда он пришел? Я все делаю, как ты, Господи, мне заповедал. А этим здесь не место. А этот грешник боялся поднять глаза. Бил себя в грудь. И внутри его родилась молитва, которую мы и сейчас произносим спустя столько много времени. Боже, милостив, будем не грешным. Один суд человеческий, другой суд Божий. И сказано, что этот человек пошел оправданным. То есть, Бог его оправдал, простил. Он принял его покаяние. Но сегодня у нас совсем другая ситуация. Сегодня у нас все так перемешалось внутри, что мы и мытари, и грешники. Два в одном. Еще что-нибудь там много чего наберется. Понимаете? Два человека живет в одном. Сегодня мы прикасаемся к святыне. И она нас освящает. И после этого мы можем оттолкнуть нашего ближнего и потерять святыню. Сегодня действительно столько всего намешано в нашей душе. Попробуй разберись, кто ты. Фарисей ты или мытарь. Когда у меня что-то не получается, я чувствую свою греховность. Я говорю, я мытарь. Но я войду в храм, покаясь, и меня Бог оправдает. Когда у меня получается больше все, и вроде у меня уже все хорошо наладилось, тогда я, конечно, фарисей. И слава Богу, что не такой, как этот бомж приполз. Фу, как от него пахнет, а? Вообще. Все пропил, а? Негодяи. Как бы этого человека... Ну, я в храме, а тут такой запах, понимаете? И вот, понимаете, бывает, что вот эти бомжи, они ближе к Богу. Понимаете? Потому что они все уже потеряли. Потому что уже не на что по-человечески надеяться. Уже не на что, понимаете? И остался только Бог, который его принимает. И у нас много таких людей, которые приползают, израненные, измученные, голодные, испившиеся. Бог их прощает. Но что происходит? Понимаете? Самое-то серьезное, что происходит с этими грешниками. Немножко поели, проспались, чуть-чуть округлились, и уже они говорят, вот мы какие. Чего вы берете этих бомжей? Понимаете? Что происходит? Приходит человек и говорит, батюшка, я понимаю, куда вы попали. Здесь одни уголовники, наркоманы и пьяницы. Я говорю, так они в сто раз лучше меня. У них более честное понимание вообще всего. И прямое, более простудное. Понимаете? Нет, нет, с такими людьми мы быть не можем. Вот как быстро может из мытаря сделаться фарисей. Вот какая природа человека, понимаете? Враг находит. То он тебе говорит, что ты пропал, все. И вообще нет смысла тебе молиться Богу, и вообще Бог от тебя отвернулся. То вдруг враг говорит, что ты святой. И ты уже спасся, ты уже ни в чем не нуждаешься. Вот какая, что происходит внутри человека. Понимаете? Вот что значит больная душа. Она на все хватается, она поднимается, но смириться она еще не готова. И вот очень важно, чтобы мы с вами смирились, чтобы мы поняли, что своими силами мы потеряем Бога. И только смиренным дается благодать. Поэтому, конечно же, сегодня очень важно для нас внимание, трезвость. Потому что я уже был поражен. И будьте осторожны. Я вам сейчас скажу такую вещь, может быть, она не очень так лицеприятна. Уже несколько раз я встречаю людей, которые паломниками ездят в монастырь. Я не буду называть ни монастырь, ничто, никто. И там они идут на беседу к старцу. Старец, я не знаю, старец лет, и я молчу. И слышат какие-то ужасные вещи, больные вещи. и смущаются. Поэтому я вам скажу, не ищите ничего сверх того, что у вас есть. Если вам Господь что-то откроет, Он откроет, не любопытствуйте. Вам скажу я, что настоящий старец никогда не скажет, что Он святой. Знаешь, стоящий старец скажет, я ничего не понимаю и не знаю в этой жизни. И это так. Бог знает. Но я смотрю, это уже не один раз. И понимаете, пришла женщина молодая, и она смутилась. Понимаете, сказали, что святой старец. понимаете, какой старец святой. Отец Николай Гурьянов говорил, зачем ты ездишь, тебе деньги тратишь, куда ты ездишь ко мне, у вас там хватает священника. Понимаете, вот это говорил человек, который понимал, что он сам по себе ничто. И в то же время люди, которые зазывают и говорят, я сейчас вам расскажу, что было, что будет, и это похоже на какое-то гадание, на какое-то нездоровое, понимаете, духовное какое-то понимание вещей, потому что волос с головы не упадет без воли Божьей. И все, что надо, мы уже знаем, мы уже все знаем, только это мы забываем, и это нам трудно усвоить. Так что не обманывайтесь, не будьте доверчивы. Прежде всего надо прийти в себя. открыть глаза и увидеть рядом с собой Бога. Он рядом с каждым из нас. И не надо ничего нам особенного, сверхъестественного. Все у нас есть. Что вы сегодня не получили? Вы получили тело и кровь Христа. Вам чего-то недоставает еще в этом мире? Недостает? Или вы хотите еще каких-то пророчеств? Каких-то предсказаний? Ну зачем это? Любовь это и есть характеристика человека. Если в нем есть любовь, остальное все приложится. Значит я вам еще схожу. У нас в гостях два оптинских монаха. Иеромонах Геннадий Максим и Иродьякон Тарасин. Они люди не только молящиеся, но и боевые. Они ездят на передовую, где наши солдаты воюют за нашу духовную свободу. И вот сегодня мы приглашаем вас, они расскажут о своих впечатлениях, о своих каких-то, что они там увидели, как они там все поняли. И иеромонах Максим сказал, что есть что рассказать. Так что мы просим вас, если вы хотите услышать, послушать, приходите. В 12-30 будет беседа. Ковчег первый этаж. Ковчеги первый этаж. Слава тебе Боже, слава тебе.